В конце прошлой недели состоялось очередное заседание правительства в Магаданской области, в ходе которого были рассмотрены несколько важных тем. Одна из них – работа волонтеров в период пандемии новой коронавирусной инфекции. В марте прошлого года стартовала всероссийская акция «Мы вместе». Она объединила десятки тысяч волонтеров, а в нашем регионе – около 400, которые помогали пожилым людям в период ковида. На базе молодежного центра обоснованного была организована работа «Горячая линия», куда обращались пожилые граждане, нуждающиеся в волонтерской помощи. Добровольцы закупали и доставляли продукты, питание, лекарства, помогали вынести мусор, давали консультации по вопросам суммления ограниченных мер в период пандемии коронавирусной инфекции. В том числе доставляли продуктовые наборы, которые к нам были направлены из Москвы. Благодаря поддержке губернатора Магаданской области и правительства участники акции обеспечивались транспортом для поездок в отдаленные районы города Магадана. Сергей Носов похвалил работу волонтеров и сказал, что это хорошо, когда у молодежи есть желание помогать нуждающимся. Также волонтеров нужно продолжать поддерживать, чтобы у них не возникало каких-либо проблем. Кроме этого, он попросил присылать ему каждый день рассылку с данными о ситуации в поликлиниках, потому что очень много голымчан находится в больницах для иммунизации. И с одной стороны это хорошо, ведь это означает, что все больше жителей доверяют вакцине и желают, чтобы их организм был способен дать отпор ковиду. Однако в этой ситуации осталась одна проблема, которая не устраивает губернатора региона. Вопрос ожидания очереди в очередях, они должны быть соединены к минимуму. Мы сделали день вакцинации нерабочим днем. Я прошу, кстати, вы проверьте, так ли на самом деле. Что должен кто-то проверять, а не то, что мы выпустили бумажку. Значит, именно бумажка, если эти такие важные решения не выполняются или саботируются. Но при этом человек все равно не должен просиживать по нескольких часов в очередь. У вас такие данные были. Я надеюсь, что такого больше нет. Значит, организуйте взаимодействие с волонтерами и руководством поликлиник наших. Спасибо. Спасибо.